В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Витненском художественно-техническом лицее прошли учения оперативных групп неведомственной охраны. Вижу вооруженного преступника, бегущего к школе. В историко-культурном центре открылась выставка, посвященная Юрию Гагарину. Фотографии рассказывают о звездном пути Юрия Гагарина, начиная с его детства, родителей, где он родился. Спарта НК встретилась с пульским «Динамо» в рамках премьер-лиги. Сегодня около 11 часов. На строительном объекте в деревне Сопроново вспыхнул пожар. На последнем этаже возводимого многоквартирного дома во время гидроизоляционных работ загорелся утеплитель. Огонь охватил 50 квадратных метров. Пожар разгорелся на 20 этаже строящегося здания. Все произошло из-за возгорания утеплителя, после чего последовало три хлопка. Очевидцы сообщают, что оперативно-спасательные подразделения приехали в течение нескольких минут, а пожар был локализован в течение часа. В 11 утра произошло возгорание при проведении кровельных работ. Загорелся пеноплекс-утеплитель. Вследствие еще произошел пожар. Собственно говоря, сейчас пожар потушен. Не сильно пострадал один человек. Обгорели там руки. Скорая приехала, увезли его в Подольск. Мы с папой были дома, услышали взрывы, пошли смотреть на пожар. Были три машины пожарные, приехали. После восстановления бетонных конструкций, строительные работы будут продолжены в штатном режиме. Видновская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. На территорию Видновского художественно-технического лицея проник вооруженный человек. С таких слов начиналась легенда, по которой прошли учения оперативных групп вне ведомственной охраны Ленинского городского округа. За слаженными действиями участников учения наблюдала и наша съемочная группа. В учебных заведениях Ленинского городского округа сделано все, чтобы максимально обезопасить детей. Тем не менее, отдел вне ведомственной охраны округа постоянно проводит учения, цель которых – отработать навыки задержания вооруженных преступников. Один из условных правонарушителей с оружием проник на территорию Видновского художественно-технического лицея. Первый. Ответь второму. Тревога, тревога, тревога. Вижу вооруженного преступника, бегущего к школе. Нажал кнопку тревожной сигнализации. Принимаю меры. Как принял? Первый принял. Сигнал поступает на пуль дежурного вне ведомственной охраны. Пока условный преступник пытается проникнуть в помещение, появляются группы задержания. Первая занимает позиции с той стороны, где на территорию школы проник преступник. 2-7-2-9. Преступник побежал в сторону главного входа. Тем временем вторая группа заезжает на территорию школы, чтобы блокировать преступника с другой стороны учебного заведения. Обнаружив нарушительное спокойствие, сотрудники вне ведомственной охраны приступают к задержанию. Астамат на землю! Оружие на землю! В общей сложности учения заняли не более 15 минут. И по мнению руководства вне ведомственной охраны, все участники мероприятия действовали четко, слаженно и следуя инструкциям. Отдельно стоит отметить, что во время мероприятия учебный процесс в Видновском художественно-техническом лицее не прерывался. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнар Абалаева. Видное ТВ. В Подмосковье появился новый медицинский сервис «Здоровье онлайн». Сервис доступен на региональном портале «Госуслуг». Для этого нужно зайти в свой личный кабинет с помощью учетной записи. Новый портал запущен на единой цифровой платформе здравоохранения Подмосковья. Благодаря сервису можно ввести детальный дневник здоровья, посмотреть анализы внесенных показателей, получать рекомендации по питанию, физической активности и другую полезную информацию. Также можно подключить к своему аккаунту родственников и следить за здоровьем вместе. Всего жителям региона доступно 23 электронных медицинских сервиса, которые посетили уже 73 миллиона раз. В историко-культурном центре открылась выставка, посвященная 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Современная молодежь должна знать первых героев космоса, тех, кто создавал ракеты, реактивные двигатели, космические скафандры и системы связи. Благодаря усилиям всей страны более 60 лет назад был осуществлен полет человека в космос. 9 марта исполнилось 90 лет со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина. По случаю памятной даты торжественно открылась выставка. Знаете, каким он парнем был? Фотографии рассказывают о звездном пути Юрия Гагарина, начиная с его детства, родителей, где он родился, как он стал космонавтом, о его семье и о том, как он стал послом мира и что он сделал больше, чем многие из наших дипломатов. Так как изначально Юрий Гагарин был летчиком, на выставке представлены картины художника Ксении Кашпур. Ее работы дополняют экспозицию. Она окончила художественную школу «Живопись маслом» в Санкт-Петербурге и состоит в Профессиональном союзе художников России. А также Ксения училась в Университете гражданской авиации. Свою жизнь она связала именно с этой сферой. Работала авиадиспетчером в аэропорту Домодедово. Так как я работала на вышке, соответственно, все картины у меня в основном в приземном слое, где-то рядом с полосой на этапе взлета и посадки. И я выбираю вот эти референсы, близкие мне. Поэтому эти картины про взлет и посадку – самые опасные и самые важные части этапа полета. Самое главное, что в этих картинах важно – это блики. Как матовыми красками ты учишься создавать металл. То есть, вот для меня материальность, передавать материальность вот этих птиц железных – это, наверное, самое большое удовольствие. На открытие выставки пришли ученики из Видновской гимназии. Специально для них Ольга Панасюк провела экскурсию, на которой рассказала о том, как проходил первый полет Юрия Гагарина вокруг Земли, а также показала ребятам образцы еды для космонавтов. Я очень хотела сюда прийти, попросила классного руководителя, чтобы меня отпустили с уроков. Хотела просто поинтересоваться, посмотреть, прочитать про его жизнь, про биографию, посмотреть картины, фотографии. Выставка, посвященная Юрию Гагарину, будет работать до 1 мая этого года. Поэтому есть еще много времени, чтобы узнать подробности жизни и полета первого советского космонавта. В парке Опаренке ежедневно проходят занятия по северной ходьбе в рамках программы «Активное долголетие». Участники проекта уже давно оценили все преимущества этой спортивной дисциплины, которая не требует больших финансовых вложений, доступна каждому и очень полезна для здоровья. В этом убедилась и наша съемочная группа, побывав на одной из тренировок. Несмотря на то, что занятия по северной ходьбе групповые, инструктор Людмила Лозинская старается уделить внимание каждому начинающему спортсмену. Индивидуальный подход позволяет исправить ошибки и отработать технику. Валя, шагаем. Ручку. Обратите внимание, как девочки шагают. Так, по диагонали. Начинаю разминку с суставной гимнастики, чтобы люди могли как бы приготовиться к ходьбе. Не просто так идем. Потом у нас подводящие упражнения. И, конечно, занятия заключаю когда заминкой. Тут идут уже растягивающие упражнения, чтобы ни в одном органе не было зажимов. Александр Цепляков всегда вел здоровый образ жизни, занимался футболом, зюдо и рукопашным боем. С выходом на пенсию с удовольствием освоил еще один вид спорта. Срединапская ходьба укрепляет разные группы мышц. Мне врач посоветовал пойти. Буквально с пятого занятия уже легче ходить и все. И тренеру у нас повезло. Людмила Васильевна очень такой душевный человек. Всегда подскажет, всегда направит на путь истинный. Ходьба с палками тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Улучшает иммунитет, помогает восстановить обменные процессы организма, возвращает здоровый сон, бодрость и хорошее настроение. Этот вид спорта укрепляет сосуды, суставы и вообще дает очень хорошую зарядку с утра. Она сейчас передавая, но новая, как говорится. И у меня было защемление очень сильное, где-то летом что ли. И вот она мне очень помогла в этом. Я теперь здоровый мужчина. Занятия в рамках программы «Активное долголетие» проходят в парке «Опаренки» ежедневно под руководством профессионального инструктора. Как уверяют участники проекта, тренировки помогают не только улучшить физическую форму и получить заряд энергии на долгое время, но также насладиться общением, природой и свежим воздухом. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Премьер-лига продолжается. Спартанки наращивают темп и впечатляют болельщиков красивой игрой. В этот раз команда из Видного разделила площадку с Курским «Динамо». Кто забросил в корзину решающий мяч, узнала Ингинчук. Под занавес регулярного сезона «Спарта-НК» успешно закрепилась в восьмерке лидеров, что предопределило попадание в турнир плей-офф. Но расслабляться наши девушки не планировали. Игру с лидерами турнирной таблицы они начали с результативных атак. На первой минуте «Спарта-НК» забросили три мяча в корзину соперниц, после чего команда «Динамо» стала наращивать темп. Спортсменки из Видного не отступали и вели игру с преимуществом в два очка. На второй минуте команды сравняли счет. Трибуны гнали «Спарта-НК» вперед. Какие ожидания от игры у вас? Надежда есть. Надежда есть. Они с «Динамо» всегда болятся. Наши победят. Выиграют, конечно, обязательно. Ну, ожидаем, конечно, победу. Надеюсь, верим в победу. На «Спарта-НК». Но ничто не может так поддержать боевой дух, как семья. Верим в свою команду, так что у них тоже все получится. Главное, чтобы без травм и все. Остальное, чтобы все было красиво и все. За кого болеете? За свою дочь. Она играет «Спарта-НК». Команда вели напряженную игру. «Спарта-НК» не отступали и трижды им удалось сравнять счет. Однако во второй четверти победу одержала команда «Курского Динамо». Матч завершился со счетом 52-85. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.